Добрый день, друзья! Я продолжаю наши репортажи с мероприятий, на котором сегодня была дана информация, которая равносильно открытию компании Apple, например, или Google, или один из создателей. И, конечно, для тебя, может быть, это не кажется так, как я воспринимала это сегодня. И наши партнеры по команде «Ричтим», мы назвали нашу команду «Ричтим», потому что мы хотим быть богатыми. И у меня вообще в своем видении всегда я приветствую такие компании, которые создаются для людей, для того чтобы большое количество людей смогли вырваться на свободу и позволить себе очень-очень много. И вот то, что я сегодня услышала, конечно, это что-то необыкновенное. И я думаю, что наша команда услышит интервью, получит материалы, которые сегодня были записаны. Я не буду тебе задавать вопросы по материалам компании, я просто хочу в первых представить, как твоя должность называется. Ну, на самом деле, у нас нет, как таковая должности. Мы с Алисом организовали эту компанию, мы являемся владельцами, мы являемся учредителями, и мы ее ведем. И, конечно, в зависимости от актуальных заданий, актуальных целей, мы распределяем наши обязательства. Спасибо. И у меня просто вопрос к тебе, Максим. Вот мы снимали интервью с Денисом, с твоим братом, и поняли, что он занимается техническими вещами. Мне бы хотелось попросить тебя, рассказать нашим партнерам, как вы познакомились с Алисом, почему возник такой тандем? Какое твое видение, как ты вообще, вот ты о чем мечтаешь, Максим Бедеров, о чем ты мечтаешь? Зачем тебе вот эта вся суть там, может быть, вот эти заботы, тебе, вот как человеку тебе, какие твои мечты? Это очень объемный вопрос на самом деле, потому что мы можем об этом говорить часами. Но я постараюсь как-то коротко, может быть, что-то обвеселать. С Алисом мы познакомились пять лет назад через наших детей. У него скоро времени трое детей, у меня трое детей. Конечно, это важно, потому что наши семьи, это, в принципе, наша поддержка, наши тылы. Его дети занимались спортом, мой сын занимался спортом. И вот мы на одних соревнованиях, мы просто познакомились. Он бегал, там бегал по залу, я бегал как-то по залу. И вот так мы его познакомились. И, как я уже говорил, очень, конечно, сложно найти партнера по жизни. Слава Богу, мне повезло. Я его нашел. Это моя семья, моя супруга, все великолепно. Знакомились сегодня с супругой. Но не менее важно, не менее сложно найти партнера по бизнесу. У всех, наверное, есть какой-то свой опыт, у меня есть какой-то свой опыт. И я знаю, что это очень-очень сложно. Я очень рад, что в этот момент мы познакомились и как-то слово за слово мы друг друга дополняли и пошли по бизнес-жизни вместе. Мы начинаем со всем маленьких проектов, они все больше, больше, больше. И в какой-то момент мы просто почувствовали, это было примерно год назад, мы почувствовали, решили, что настал момент. Настал момент, что мы готовы, у нас есть ресурсы, у нас есть знания, у нас есть сумасшедшие люди вокруг нас. Настал момент сделать настоящий серьезный шаг. Вопрос был, как мы познакомились. Я все рассказал. Ты, наверное, слишком много рассказала. Очень коротко, очень коротко. Мы жизненные вопросы обсуждаем. Просто я хочу, чтобы вы представились нашей команде Речи Тим, о которой я мечтаю. Я хочу, чтобы наша команда была богатая в разных аспектах, не только материально, конечно, однозначно. Поэтому я хочу просто, чтобы была семья. Честно, для меня это очень важно. И когда я рассказывала вашим партнерам эти диагностики, мне очень понравилось, что ты говоришь, мне жена приготовила покушать, можно я пойду покушать? То есть, ребят, это вроде бы мелочь, но это забота о жене, которая приготовила ему беду. И когда сегодня я услышала рассказ Максима о том, как мы познакомились, и захотела, чтобы ребята наши тоже сегодня услышали, не дожидаясь большой презентации. И мне понравилась, жена, мне действительно очень нравятся вот те отношения, то взаимопонимание, которое есть у вас, и вот та команда, которую вы сейчас создали. Поэтому мне просто хочется поблагодарить Максима за то, что он уделил время, там его, что тут семья. Максим, только если можно, буквально, Алекс, извини, я сейчас тебе тоже вопросы задам, раз уж я тебя тоже была, и вы вот так, поделись своим видом, своей мечтой. Моя мечта. Твоя мечта, человеческая. Ну вот опять-таки, мы уже говорили, это очень такое объемное, классно объемное. На самом деле, вы знаете, у меня есть одна картинка всегда в голове. Мы с Алисом очень много летаем, и нам вот часто очень бросаются глаза. Знаете, когда полет начинается, приезжает телевизор, и там всегда показывают картинку, сидит мама, сидит дочка, и что нужно делать, когда что-то идет не по плану, и вот эти вот маски с воздухом выпадают. Я не знаю, обращали внимание, что происходит? Мама, которая сидит, она всегда говорится, что сначала должна поднести маску себе, а потом ребенку, а не наоборот. Почему? Потому что, чтобы спасать других людей, ты должен быть сам сильным. И поэтому, если вы не спрашиваете о моей мечте, это, конечно, опять-таки, очень много всего, но мне хотелось бы, чтобы мы, просто у меня мечта такая, чтобы быть настолько сильным, а какие-то ресурсы дают эту силу в нашем современном обществе, чтобы именно помогать и делать счастливыми людей вокруг меня. То есть ощущение этой позитивной силы – это круто. Понимаете? Всегда вот я думаю об этой маске. Мама, ребенок, сделай сильным себя, и твоя обязанность – сделать сильным всех остальных. И вот это, в принципе, картинка, которая нас ведет, меня она ведет, мы с Алисом очень часто на эту тему разговариваем, что вопрос на основном – много людей, у нас часто не хватает ресурсов помочь всем, как можно больше людям. И вот поэтому это как бы наша картинка, наш такой флаг, к которому я, по крайней мере, пытаюсь идти. Максим, огромное тебе спасибо. Честное слово, я очень буду рада встретить вас на святой земле Израиля. Вы приедете. Обязательно. Я много раз рассказывал, я уже был, на самом деле могу маленькую историю. Мы были последние в Израиле, когда моя жена была беременная, и у нас была мысль, как назвать нашего сына. Я рад, что нашего младшего сына зовут Давид, и это было как раз таки после путешествия в Израиль, это было очень судьбоносное решение. Да? Это шикарное имя. То есть, Израиль, на самом деле, дал имя нашему сыну, на самом деле. Мой муж Александр Давыдович. Класс. Класс. Так что, Максим, ну, до встречи. Я думаю, еще будет много репортажей. Ребята будут видеть. Спасибо. Благодарю тебя за все-все, что вы делаете. И ты, и твоя жена. Спасибо большое. И за такое сотрудничество с Алексом тебя пока не отпускают. Пойдемте там.